Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня вместе с вами будем выживать в мире апокалипсиса в Майнкрафте Покседишн. Собс... эй, эй, друг, ты откуда взялся? Собственно, взял вот такие монстры, естественно, для такого мира апокалипсиса. Ну вот, нам проблема, таких двух зомби нам не нужны. Маленький, отвали. Это самый гнусный зомби, который мне встречался в своём Майнкрафте. То есть, друзья, я не люблю этих зомби, потому что они очень быстрые и наносят довольно много урона. Всё, он умер. Собственно, друзья, мы, можно сказать, испытания. То есть, мы, существо, которое нас создали из капсулы. Ну, я так понимаю, автор этой карты больно не старался над этими табличками. Есть ошибки, но ничего страшного ему, простительно. Но карта очень большая и довольно классная. Её вы можете пройти, или её вы можете просто поиграть и повыживать. Собственно, друзья, разные испытания производили здесь разными людьми. И могу сказать, что некоторые эксперименты были провалами, а некоторые были успехами, такими, как мы. Ну и, друзья, мир превратился в хаос. Собственно, здесь бродят зомби, бродят монстры, которых мы должны убивать. И мы должны выживать. Собственно, здесь уже бродят зомби. Но ничего толкового я там уже не вижу. И он вышел. Ладно. Так, это у нас... Что у нас, друзья, здесь кровати? Да, кровати. Спать нам пока ещё нельзя. Друзья, ладно, хорошо, давайте двигаться дальше. Конечно, нужно покушать, но нам не удалось. И нам дали, друзья, голод. Уйди. Уйди. Давайте от него уйдём. Давайте его здесь заперём. Если у нас, конечно, это получится. Так, уходим, уходим быстрей. Быстрей уходим. Так, собственно, давайте посмотрим, что у нас здесь творится. Там зомби ушёл. И, собственно, здесь, друзья, довольно обычная комната. И он уже пришёл. Нет, не надо. Чуть не убил. Чуть-чуть ещё, и он нас бы убил. Ну ладно, ничего страшного, всё-таки он нас не убил. Но он заплатил своей жизнью. Ладно. Друзья, подъём наверх. Собственно, давайте подниматься. Сразу скажу, что уже чем-то смахивает на Fallout. Да, Fallout в моей жизни слишком много было. Поэтому меня всё смахивает на Fallout. Давайте подниматься. И, друзья, пока что ничего необычного я не вижу. Ну, я хочу пройти в Fallout 4, друзья. Пишите в комментарии, приходили ли в Fallout 4. Батза 135, кстати. И, друзья, чёрт возьми, это и вправду Fallout. Это Fallout. Я ничего другого сказать не могу, потому что всё похоже на Fallout, кроме этих машин. В Fallout эти машины были такие более ретро и более такие футуристические. Или как их назвать ещё можно. Ну, а это обычная машинка, которая встречается в нашем мире. Ну, я сразу передаю ощущения, что, друзья, ощущения неимоверные. То есть, карта очень классная, она погружает их, правда, в мир апокалипсис, особенно с этими шейдерами. Всё становится ярко и более такое детализированное. Собственно, давайте спускаться дальше. Не знаю, что нас дальше может ожидать. Собственно, грузовичок, которым есть сундучок. И спасибо тебе, грузовичку, за вот такую еду. Поесть мне сейчас как раз не помешает. И, собственно, мы сейчас находимся на каком-то мосту. Как же нам здесь спуститься? Ладно, давайте упадём, ничего страшного. Хотя, почему-то от такого маленького падения нам снялось довольно много сердечек. Что это такое? Так я понял, это Декамаз, который упал с моста. Ну, ладно. А, да, я понял концепцию этого мира. То есть, друзья, это ограниченный мир, и его целиком пересоздали. Я не верю, что трава здесь не станет зелёной. Мне кажется, трава всё-таки станет зелёной. Хотя, может быть, что-то здесь сделали, что она не станет зелёной. Я говорю довольно большими загадками, друзья. Ну, те, кто хотели понять меня, поймут. Ну, а, собственно, давайте двигаться дальше. Стоит ещё одна машинка красного цвета. И мы опять провалились в ямку. И чего страшного? Ладно, давайте идти дальше. Так же, друзья, я хочу произвести некий опрос между вами. И сегодня опрос, наверное, будет происходить сейчас. Хотя, может быть, потом создам отдельную тему. Я купил или улучшил компьютер, друзья. И, собственно, теперь я могу снимать видео про Майнкрафт ПК. И это будет происходить на втором канале. Ну, отлично. Скиллет попал в Паука. Ну, а мы продолжаем тему. Собственно, друзья, улучшил компьютер. И всё зависит от вас, снимать ли мне на втором канале видео про Майнкрафт ПК. То есть, про обзор модов, про обзор карт, возможно. И обзор всяких команд, которые снимают другие игроки, друзья. То есть, видеоблогеры. Или что-то в этом роде. Собственно, давайте, пишите комментарии, снимать мне или не снимать. Ну, а на этом канале будет, конечно, Майнкрафт Покет Эдишн. А также на второй канал, если вы захотите, я оставлю ссылку. Не в этом видео, а в другом. Ну, здесь я просто посмотрю на вашу реакцию. Хотите ли вы или нет. Если всё же будет больше комментариев за, то я выпущу видео, в котором будет решаться полностью судьба второго канала. То есть, я его пересоздам. Если кто-то не знает, то на втором канале сейчас я снимаю видео про Android игры. Но ради вас я могу его целиком переделать и создать для Майнкрафта ПК. Завтра, друзья, будут обзоры. И будет многое-многое другое на этом канале. Также, может быть, даже буду снимать обзор шейдеров. А значит, всё шейдеры на ПК очень крутые. Или я, может быть, даже буду снимать с шейдерами. Хотя, могу сказать так, что ПК мне не мощный. Ну, а шейдеры каким-то чудом у меня тянут. И, друзья, что насчёт этой карты? Карта почему-то лагает, когда мы подходим к городу. Я не знаю, что находится в городе. Хотя, карта должна лагать уже тогда, когда мы уже зашли на карту. Опять же, я говорю, загадками. Ну и, правда, карта начинает лагать. То есть, FPS 25 может где-то так. Хотя, там было стабильно 40 FPS, если не больше. Собственно, здесь мы уже набираем наше оружие. Давайте сейчас всё положим по местам. Меч мы положим сюда. Зелька. Так, варанину, конечно, нужно положить. Конечно, нужно сделать руку. И, друзья, есть карта. Мне очень интересно, что у нас отображено на карте. Но, карта не пририсована. Жалко, жалко, жалко. Автор этой карты, конечно, видно, что он старается. Но, пожалуйста, проработай над табличками. Я не знаю, либо он так специально сделал, либо это просто... Друзья, извините за выражение, школьник, который создал такие таблички и переписал всё с ошибками. Но, если автор этой карты смотрит моё видео, то я могу тебе помочь с развитием карты. То есть, я могу переделать таблички на нормальный вид. То есть, даже для вас, подписчики, я могу всё это сделать без его разрешения, потому что я, по идее, ничего не меняю. Я просто изменяю текст. Я улучшаю его, друзья. Вот так могу сказать. Собственно, мы убили коровку. И что ж, с коровки, опять же, выпало мясо. Довольно редкий дров в последнее время. Я замечаю, что с коров почему-то ничего не падает. Либо падает просто кожа, либо... Друзья, ничего. Собственно, лаги. Дикие лаги. ФПС 15, 10 местами. Я не знаю, что творится на карте, но я думаю, что у меня скоро ФПС пойдёт до одного. То есть, это будет просто жуткий конец. Друзья, я хотел, честно сказать, хотел сказать вам, что мы будем здесь продолжать выживание. Я хотел бы, чтобы вы набрали сколько-то лайков, чтобы мы продолжили серию. Но теперь я думаю, что это делать мы не будем, потому что вот такие дикие лаги. Могу сказать, что у меня андроид-устройство недовольно слабое, недовольно мощное, но оно тянет шейдеры, тянет многое другое. А эта карта почему-то лагает. Хотя ничего большого здесь нет. Но если подумать, как создана карта, я этого не знаю. Возможно, под низом, под нами что-то есть. И из-за этого, возможно, лагает. Вдруг там много лавы. Конечно, из неё будет всё лагать. Но я думаю, что там что-то всё-таки находит. Находится, друзья. Ну ладно, ничего страшного. Тогда летсплея по карте не будет, то есть выживания. Мы просто вот так сделаем обзорчик. Обзорчик получился с немногим выживанием. Да. Но, если честно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Сундучок. Сундучок почему-то пустой. Отброс, отброс. Умирает брос. Так, он умер. Ух ты, ух ты, ух ты. Два отброса ещё. Ладно. Да, ничего страшного. Но, если честно, немного. Я испугался. Маленько, друзья. Эй. Ух я. Фу. Хотите сказать, что это обычная карта? Я уже не могу это назвать обычной картой. Она уже хоррор-карта, потому что я уже второй раз напугался. Откуда вы взялись? Вас не было. И вот, друзья, вот просто вот скажите. Вот их же не было. Их не было. Они просто берутся откуда-то из ниоткуда. Ну ладно, ничего страшного. Мы вымерли. Собственно, вот такая карта была у нас сегодня. Конечно, за неё нужно поставить лайк. Но за перевод можно поставить и дизлайк. Но, друзья, я не виноват, что здесь такой перевод. Собственно, хотите ставьте дизлайк, хотите ставьте лайк. Ну, на этом всё. Не забывайте, конечно, подписываться на канал.